Богдан! Здравствуйте! Привет! Ну, как тебе удобно? У тебя первое интервью получается? Наверное, да. Или нет, второе. Первое где было? Ла Фрайде. А, ты был в прямом эфире, да? А интервью, как бы, такие вот? Такие нет, еще не было. И как себя чувствуешь? Это нормально. Привык. Отлично. Расскажи или просто в двух словах, насколько сложно стричь самого себя? Так. Насколько сложно? Как же вам объяснить? Я с детства занимаюсь парикмахерством. Я с детства, можно сказать, стрягу себя. Я вот уже год почти не стрягу себя. Почему? Потому что у меня времени сейчас нет. И я даже рисовал там узоры. Сам себе? Сам себе, да. У меня в инстаграме все есть. Снимал. А были моменты, когда ты себя стрижешь и тебе не понравилось? Ну, это было, как бы, вернемся в далекое прошлое. Никогда не было. Потому что вот, куда бы я ни ходил, например, у кого бы ни подстригся, то, что я хочу, никто мне не делает. А когда я сам себе делаю, мне это нравится, то, что я хотел, можно сказать. Иногда прям хочется прям оторвать голову, поставить, прям сам на себя. Ну, я тебя хорошо понимаю, потому что я тоже сам себе прическу делаю. Серьезно? Ну, у меня чуть-чуть полегче. Ну, я так вот. Смотри. Значит, я забиваю в Google плюсы и минусы барбера. То есть, какие есть плюсы, какие есть минусы. Хорошо. И один из минусов, который меня поразил, это страх. Вот, ты, опять же, вернемся в прошлое. Ты помнишь свой первый страх, когда ты делал кантовку бороды, грубо говоря, вот в области шеи? Да. И, если честно, не знаю, сказать или нет. Когда в первый раз я это пробовал, брызть человека, ну, когда я побрил, я был под кайфом. Ну, не, это круто. Под каким кайфом? Хай потом отдельно, скажем. А вот, насчет кайфа, да, вот в твоих постах в Инстаграме заметно, что ты во время, как бы, работы, процесса, ты куришколян. Это для всех, как бы, кто сюда приходит, или ты чисто для себя, чтобы получить какое-то удовольствие? Нет, ну, как сказать, когда приходят, там, друзья, например, или же вип-клиенты, там, вот, как, например, Фарьду не хошит, можно сказать, да? Угу. Когда они приходят, я делаю, например, им, и снимаю, там, видос, там, сам тоже курю, балуемся. Вот, когда вот чисто от своих пацанов, тогда балуемся. А другим посетителям можно такое удовольствие или? Ну, да, можно. Это зависит от человека. От человека. Хорошо. Хорошо, потому что разные люди бывают, приходят, там, какие-нибудь, не знаю, кишлачные, да, я не могу им такие вещи предлагать, потому что они не понимают. Когда я курю, некоторые говорят, о, это грех, это так. Поэтому много не предлагаю. Вернемся в прошлое. Ага. Когда ты занимался танцами, есть информация, это было, как бы, совсем недавно, ну, грубо говоря, до того, как ты начал заниматься барберсом, правильно? То есть это была группа New Era. Новая Era, да. Новая Era, да. Ты там уже последующий был как тренер, правильно? Угу. Единственный вопрос, почему так получилось, что ты ушел? Почему? Потому что, когда я уехал в Сан-Петербург и обратно приехал, я улик уже более так раскрутился, у меня, как сказать, клиент очень много набрал, у меня уже времени не было. Я должен был уже выбрать или танцы, или барберсы. Угу. Конечно же я выбрал эту профессию. Получается, когда ты занимался танцами и параллельно ты стриг, занимался барберсом, правильно? Да. И, то есть, получилось так, что где больше пользы, ты ушел в эту сторону. Угу. То есть, один из них берет вверх. Угу. И не скучаешь по танцу? Скучаю. Иногда бывает. Хожу с друзьями по клубам, там танцую, там нормально, да. А там твои... ну, ты работал как мастер, правильно? Там твои подопечные не скучают по тебе? Скучаю, там... Многие пишут, там приходят... там... тебя в один из барбершопов города постригли ты потом встаешь и последующий танцуешь объясни вот мне вот наверно старику что это означает это респектируешь ты барберу или ты просто должен за это что-то нет это ничего не значит это просто как вам сказать салон открыли там барбершоп недавно у меня еще там тем более друг работает он тоже приезжий вот когда он меня подстрел мне очень понравился и мне хотелось сделать ему как сказать как рекламу например что его тоже узнавали поэтому решил снять видео там станцевать это стоит с вами помощь такая да что продвигать человек много вроде просмотров тебя продвигали кто-нибудь только клиенты там делают рекламу посты фоткают если только так у тебя на руке татуировка это как бы означает то что ты занимаешься барбер сантали а вдруг вот давайте сейчас вот представим что не не дай бог конечно да вот барбер страда это хайп который пришел к нам да и в будущем это все как бы утихнет и все уже не будет такого хайпа как сейчас и ты или тебе придется поменять профессии это все остается какое твое отношение к этому если честно нету тату где-то 33 батон назад набил вот например у тимати или как у него весь тело набит уже ну так вот я половину хочу но я все равно уже в россии там в америке там лазер есть что-то сидеть я жму снимать по любому беру немного поговорим о спорте у меня один единственный вопрос опять увидел пост в инстаграме то что ты в зале сфотографировался сказал скоро сезон пляжный сезон нужно привести себя более да ты не помнишь один единственный вопрос ты тренируешься только когда приближается пляжный сезон или всегда ты стараешься быть форме каждый атлет за одну тренировку тратит от 200 до полутора тысяч калорий для того чтобы организм чувствовал себя хорошо нам нужно употреблять в течение суток 2 грамма белка на килограмм веса 4 грамма углеводов на килограмм веса и 1 грамм полезных жиров в течение суток но сегодня мы разберем количество белка который нам необходим в течение суток умножаем свой вес на 2 и получаем количество белка который нам необходим Например, 80 килограмм умножаем на 2, получаем 1 килограмм 300 грамм мяса в течение суток. Физически невозможно употреблять в течение суток такое количество мяса. Или же очень сложно. И тут прилетает на помощь протеин от компании Siberian Supernatural Sports. Siberian Supernatural Sports предлагает нам широкий выбор протеинов. Сывороточный протеин, изолят и гидроизолят. Отличается продукт друг от друга по степени очистки. На первом месте идет гидроизолят, на втором месте идет изолят и на третьем месте идет сывороточный протеин. Siberian Supernatural Sports дает вам возможность подобрать под себя, какой протеин вам больше подходит. А если у вас возникли сложности при подборе протеина, вы можете использовать промокод IRONKING при покупке. И, конечно же, получите бесплатную консультацию и скидочку. Все подробности по ссылке в описании. Если честно, я уже недавно начал заниматься спортом, уже второй год занимаюсь. Но мне это нравится, нет, конечно, не по связи, но я стараюсь там не бросать, ходить там. Чтобы всегда быть там в форме, нормально. Это, смотри, у тебя сейчас достаточно бурная личная жизнь. Я имею ввиду, там, узнаваемость, куда-то приглашают, там, звезды и все остальное. Это как-то влияет на то, что ты вот не можешь попасть, скажем, в тот тонус, который ты хочешь, именно в спорте? Нет, конечно, это не влияет. Ты стараешься быть... Да. Блин, респект. Спасибо. Я могу даже типа завидовать в этом плане. Спортивные добавки потребляешь? Я уже почти полгода нет, не употребляю. Раньше, да, пил спортпит, там, протеин, гейнер. Вот. Когда я гейнеры, там, протеины выбил, ну, нормальную массу набал, когда уже я не смог ходить, там, вот, метить, да, например, в зал у меня там начались какие-то там дела. Или я мог уехать в Санкт-Петербург. Я сразу же плохо делал. Поэтому сейчас вот уже стараюсь заниматься, естественно, там, без ничего. Ты очень часто говоришь о Санкт-Петербурге. Зачем ты туда летаешь? Ну, если честно, я там начал работать. У меня там очень много родственников живут. Можно сказать, почти я там вырос. Мне там очень нравится. Поэтому я часто туда летаю. Когда ты себе решил поставить такое псевдоним? В смысле, Богдан? Богдан, да. В детстве, как вам сказать, я ходил в лагерь только в христианский. У меня друзья все почти русские мили. Они... У меня же настоящее имя не Богдан. У меня настоящее имя это Бахудур. Красивое имя. Да, спасибо, знаю. И оттуда и все началось. То Богдан, Боря там, Павит, не знаю. Оттуда и началось. И мне это... Самому очень нравится это имя Богдан. Вот хочу паспорт поменять. Если получится делать гражданство российское, делать Богдан. И там будет твое имя Богдан? Да. У тебя есть страст к мотоциклам. Да, обожаю мотоциклы. Откуда оно у тебя появилось? Ну, я с детства, как сказать, смотрел там фильмы про мотоциклы, мне нравится. Три метра над уровнем моря? Ну, я думаю, что это фильм, конечно, чуть такой бабский, но нужно и так сказать. Объясни мне это. Ну, как сказать, там просто про любви, поэтому не знаю. Ты не сторонник любви. Нет, почему? Давайте, значит, эту тему закроем. Ну, я знаю очень много инцидентов, которые... Мои друзья там попадали в такие вот... Ты понимаешь, что риск попасть в какой-то ДТП, да? Намного выше, чем на авто. Ты это все прекрасно понимаешь, да? Естественно. Но это тебя не останавливает. Ну, иногда бывает, порой, что останавливает. Поэтому он продал, можно сказать, свой мотоцикл. Просто дома постоянно говорят, зачем тебе мотоцикл? Но есть момент, что делать. ДТП не было? Нет, не было, слава богу. Я аккуратно ездил. В инстаграме есть фотка, где ты фотографировал штраф перед тобой. Твою ласточку гоняют на штрафплошадку. Ну, меня просто... Меня без прав поевали. Тем более у меня этот новый мотоцикл был первый. 150 кубовый. И такой левый мотоцикл был без документов. Поэтому поймал. Давай теперь о любимом деле поговорим. Вот в двух словах, как тебя занесло? Как ты понял то, что все, я занимаюсь барберством и буду в этом направлении развиваться? В смысле, как я все это начал видеть, да? Да. Так, если честно, я сам не люблю учиться. Честное слово, ненавижу учиться. Учем это вообще не мое. Вот. Я... Дедушка меня заставил, можно сказать. Я в уроки даже не ходил на уроки. Поэтому дедушка сказал, что иди хотя бы научиться чему-нибудь. Вдруг тебе понадобится. С одного класса где-то четверо моих одноклассников ходили к одному мастеру. Обычный мастер, парикмахер. И я тоже решил, давай-ка схожу, попробуй. Вдруг если понравится, начну работать. Я вот неделю походил, мне до чего понравилось, что я очень быстро научился за два месяца. А потом я уже, когда за два месяца научился, я год со своим мастером в одном салоне поработал. Но все равно такое чувство было, как будто чего-то не хватает. А потом на 46-м тоже есть там училищ, именно парикмахерство, чтобы учить пункт, да, пошел. Но там ничего не учили. 62-й детей. Да. Там ничего не учили, почему-то, потому что там у них, как сказать, более, они женские стрижки делали. У них учеников парней много было, они не умели стричь там парней. Когда вот увидела учительница, или как говорит правильно. Мастер. Она мастер, да. Она попросила, чтобы я их обучал. Угу. Вот. И я начал учить, все, на 5 ждал, получил диплом и уехал в Санкт-Петербург. Насколько я понял, вуз не было? Нет. Школу закончил? Нет. До 9-го класса я учился. Окей, вот когда ты начал уже заниматься профессионально, сколько было моментов, когда люди уходили недовольны? И вообще были такие моменты? Нет, если честно, нет, не было таких. Вот с первого раза офигенно все. С первого раза, я же рассказал. Ну, можно и так сказать, да. У меня все клиенты, я стараюсь сделать все качественно, быстро. Прямо я одного человека там за 10-15 минут стригаю. Угу. Сделаю быстро, но самое главное качественно, чтобы они уходили домой. И у меня это получается. Ухо не резал? Нет, конечно, никогда. Вот есть пословица, говорят, что если барбер, мастер, ни разу не режет ухо, он и становится мастером. У тебя такого не было? Еще нет. Ну, я надеюсь, что и не будет. А когда под кайфом был? В смысле? Ну, чуть-чуть. Вот здесь только поцарапал. Это нормально. Нормально, да? А ты, наверное, знаком, что у нас с опасной бритвой... Работать запрещено. Да, знаю. Вы как-то справляетесь с этим? Или... Конечно, сейчас такие инструменты есть, так же, как бритва. Мы заказываем с Америки, там, с Москвы, с Питера. Безопасно работаем, все довольны ходят. Все довольны. Ты говоришь то, что ты не хочешь... Ты не любишь обучаться? В смысле обучаться? Ну, учиться. А, учиться? Ну, я про школу. А, про школу. Про школу, про лицейтинг. У тебя в Москве были курсы, да? Нет, не были. У нас просто с интернетом, например, проблемы. А в России у нас там такого нету. Там везде есть Wi-Fi. Я 24 часа сидел в YouTube, смотрел ролики. И там, например, Россия – это свободная страна, да? Кто хочет, так и стрижется. Я там начал делать такие креативные стрижки, и оттуда я все начал делать. То есть ты не ездил на обучение? Нет. Здесь, например, если кому-нибудь нарисуешь, да, это только ребенок. А если кого-нибудь взрослому нарисуешь, непонятно сразу, значит, ну, смотри, это такой человек. А, то есть ты поехал в Москву чисто поработать и обучаться? Или я не понимаю? Не поработать, в гости, можно сказать. Ну, я, да, потом решил попробовать тоже поработать. Но мне понравился, и я там остался. Сколько там остался? Так, я каждый год летаю, как вам сказать, можно сказать, пять лет, что ли. Я и… А периодически бываешь там и приезжаешь? Ну, окей, смотри, вот сколько стоит одна стрижка в Москве, которую ты делал? Я много где работал, и, ну, то есть в разных барбершопах работал, везде по-разному цене. Ну, стандартно. Полторы тысячи рублей. И ты все это бросил и приехал в Душа Бэль? Да. Почему? Ну, там столько возможностей, ты мог бы там… Это, по-разному, все равно там, где ты вырос, там, где твоя родина, хоть, если даже больше миллиона, зарабатывать, все равно ничего не заменил. Поэтому я приехал. Но ты танцы, танцы оставил из-за того, что тут стало больше народа? Да. То есть ты сам… Мне просто времени нет уже на танцы ходить, я уже, блин, как скажем, сказать, возрослел, что ли. Я понял, что это уже не мое, поэтому забыл все. Ну, в Инстаграме можно, да? Ну, иногда, да, балуюсь за подписчиками, давайте. Какого статуса должен быть человек, чтобы ты его добавил… В смысле, подписался на него? Ну, да, чтобы подписался. Блин, мне старику нужно многому учиться. Чтобы ты на него подписался. Там, мне без разницы, самое главное, чтобы хороший человек был из моих знакомых. Я могу хоть на любого человека подписаться. То есть не имеет значения? Да, не имеет значения. Я сегодня зайду, подпишу. Не, я сейчас, в общем, спрашиваю. Я думал, может, это нам, я родам? Нет, нет. Блин, я насчет себя я не буду намекать. Хорошо. Я бы позвонил, сказал, быстро подписаться. За короткое время у тебя сейчас стаж 6-7 лет, правильно? Восемь уже. Уже восемь, как время быстро летит. Окей, восемь лет. Ну, когда ты понял то, что, блин, ты достиг того, что ты можешь сказать, что я действительно мастер номер один в Таджикистане? Так, если честно, как надо сказать? Говорят же, незаменимых не бывает. Согласен. Вот, поэтому я не говорю, что я самый лучший там в Таджикистане. Есть и хорошие мастера, они просто работают там в обычных салонах, их никто не знает. Они не умеют, как делать себе там рекламу там, например, чтобы их узнавали. Хороших мастеров очень много, просто их не знают, поэтому я не думаю, что я самый лучший. Ну окей, смотри, они умеют так же делать узоры на голове, как ты это делаешь? Вот именно узора нет, но стрижки нет. Ты сейчас кровь учишь или не так кажется? Нет, конечно, нет, вам так кажется. Я просто с детства хорошо, я хорошо лисую с детства, поэтому у меня хорошо получается. Да, об этом я тоже в курсе. К тебе приходят очень много наших известных людей. Ты стрижешь только мужиков или девушек тоже? Я в Питере работал универсалом, то есть и женщин принимал, и мужчин, а когда приехал, дедушка, можно сказать, запретил меня встречь женщин. Вот, и мой мастер тоже говорил, он сам работал универсалом, он тоже сейчас не стрижет. Почему я? Ну, потому что для мусульманов это неправильно. Когда вот, например, я начинаю встречь, да, и я могу там не случайно, как сказать? Прикоснуться? Прикоснуться, да. Поэтому... И у тебя встанет? А? Что? Нет, конечно. Это просто для мусульманов, думаю, ненормально. Поэтому я перестал. У меня есть, конечно, женщины, как вам сказать, такие с короткими волосами, такие креативные, ну, таджишки, которые приезжают там откуда-то, да? Я их принимаю, у меня есть у меня такие клиенты. А в Инстаграме, опять же, есть фотографии у тебя в гостях Шарнами Суравев. Угу. Насколько она капризна? И вообще, что она у тебя делает, если ты не стрижешь девушек? Я ее несколько раз красил, вот, и кладывал. И кончики, можно сказать, свяжутся. Ничего такого нет. И насколько она капризная? Да нет, не капризная, но нормальная. Мне не нравится здесь встреча, там, обслуживать. Ну, пока что несколько раз было, да? Ну, да. Ну, у нее свой мастер есть, но все равно она бывает, что и ко мне ходит, там, например, укладка себе, и покрасит. А как они узнают о том, что действительно есть такой парень, который достаточно креативный, и можно к нему ходить? Ну, можно сказать, по интернету, что ли, или ажиотану. Ну, кто-то посоветовал. Кто-то посоветовал, да. К тебе приходят и девушки, и парни, получается, да, ну, и знаменитости. Вот, вот, по чесноку, да, вот, пусть будет между нами. Ребята не снимают между нами. А кто капризный? Парни или девушки? Конечно же, парни, потому что вот по ряду не хуже, например. Если честно, когда я его стрыг, он мой и друг, вот, мы куда-то ходим, там, сидим, там, общаемся. Ну, и также я его, там, обслуживаю, то есть стрыг, но он очень капризный, почему? Потому что постоянно на нерве играет, там, например, здесь чуть-чуть, а слайд там, там осталось. Вот только он такой. Ну, с твоей стороны выглядит это не так. Ну, да. Ты свою, вот, опять же, по чесноку, да, скажи, что ты всегда настроен так, чтобы сделать все по максимуму. Или иногда бывает то, что, эй, этого я постригу так, а там видно будет. Нет, у меня такого не будет. Опять же, в интернете я забил, какие есть правила перед тем, как идти к барберу. И самое такое, там было 10 правил, представь, чтобы мне пойти и постричься. Ну, есть правила, да, допустим, которые ты должен соблюдать, когда ты бываешь у барбера. Первое, это не ёрзать, не крутиться, не вертеть, потому что можно порезать или неправильно постричь. И там их много. И один самый крутой, который мне понравился, это обязательно нужно мыться и зубы почистить. Теперь вопрос. Были паци... пациенты, блядь. Были у тебя посетители, которые приходили с носом во рту? С носом во рту? С носом во рту? С нос вами, да. Ну, да. Конечно, их очень много. Это же Таджикистан. И твоя реакция? Ну, я нормально на это реагирую. Ничего такого. Это, как сказать, это в России так не принято. То и это нельзя, то и то нельзя. Например, геев не будем обслуживать, педиков не будем обслуживать. Вот. Было дело, когда я в Санкт-Петербурге работал, там есть «Централ Барбышов» называется. Тоже известный Барбышов. Хорошие ребята. Я хотел у них работать. Где-то я неделю у них поработал. А потом, так получилось, что я через неделю должен был уехать на родину. Потом я ушел, уводился, пока я не уехал. Работал в другом салоне. И я в интернете то ли увидел, где-то видел, что у них там конфликты с педиками, что ли. Типа, да, какой-то клиент пришел постричься, а он не понравился мастеру, барберу, то есть не знаю почему. Он не понравился, и так как они поняли, типа он был гей или не знаю. Ну, короче, вы поняли о чем, да? Да, да, конечно. Гей я знаю. Вот. Потом этот гей, короче, выложил где-то там в Инстаграме там какую-то фотку и начал. Вот, короче, они такие-то там нехорошие парни. И у них почти, чуть ли не до митинга даже случая. Одни эти пацаны собрались, вот эти геи там, изроженцы. Типа, почему вы... Почему вы ущемляете меньшинство? Это так хорошо. А к тебе, когда приходят, ты спрашиваешь, они традиционную сексуальную амитацию или нет? Нет, конечно. Или тебе разницы нет? Нет, разницы есть, но это зависит от человека. Есть такие, знаете, но хотя я никогда не встречал, но как вам сказать? Смотри, ситуация. Чувак пришел, ты его постриг, офигенно, все круто. Он уходит, и тебе говорят, что, блин, ты знаешь, он нетрадиционный. Правильник? Нет. Который у тебя был, ты его постриг, он уходит, и тебе дают информацию, что ты сейчас постриг человека, который гей. Какая твоя реакция? Ну, я буду в шоке, конечно, но... Ну, что я могу сказать? Я откуда знал, что он такой, блин? Я не знаю, как это... Что сказать? Не знаю. До Барбера, где мы сейчас находимся, твое рабочее место, это Осис. Осис, блин, да, кстати. Там очень хорошие люди работают. Ну, то есть, все девчонки, там женщины работают. Они для меня родные уже. Я их уважаю, например, как сестру, как тетю, как маму. Я их очень люблю. И я поэтому каждый день почти... Ну, в неделю как минимум 3-4 раза я к ним иду, там сижу, общаюсь с ними. Потому что я там вырос, можно сказать, я им благодарю. Ты можешь сказать, что тому чему ты научился хотя бы на 60% это благодаря вот этому месту? Ну, всему, можно сказать, научился. Окей. А почему ты вышел в эту? Ну, потому что там женский салон. У меня в Инстаграме написано «Барбершот», там «Барбер», там «Богдан». Клиенты приходили и начинали там жаловаться. Почему у тебя в Инстаграме так написано «Ты работаешь в таком салоне». Тем более, там одни женщины были и клиенты, и мастера. Да это круто! Я буду рад прийти. У меня... Очень жалованы насчет этого, да. Хотя атмосфера будет... Да. Ну, поэтому не ушел, можно сказать. Тем более, уже пора было свой салон открыть. Вот. А за сколько тебя обошелся этот салон? Так... Где-то за 8000 бакс, можно сказать, как минимум, да. И если честно, это... У меня есть партнер, мы вдвоем это все делаем. Вот. Местный партнер? Ага. Тоже «Барбер» или просто... Нет, он был моим клиентом. Я его уже давно, в трех год, да. В интервью... Могури. Точнее, прямой эфир, ты в «Лаврадио», и там сказали то, что ты художник, барбер, танцор. И сказали то, что есть еще потенциал, который у тебя еще не раскрыт, и очень хочет вырваться наружу. Что это? Не знаю. Иногда бывает. Я, например, битбоксами бываюсь, там, может, это... Да, ничего такого особенного. А что-нибудь серьезное там? Да нет, в принципе. А кем ты себя видишь через десять лет? Через десять лет? Очень хорошим, добрым человеком. В смысле? Никем? Как вам сказать? Я уже... Я еще где-то, думаю, пять лет поработаю, я уже больше не буду работать. Почему? Потому что, например, я почти с детства работаю и... Не устал, хватит. И танцами занимаюсь, да. Нет, не то чтобы устал, а у меня уже спина начинает болеть, и ноги болеть. Поэтому, думаю, уже через пять лет не буду работать. У меня полно учеников, они будут работать. На тебя? Да. Я сейчас планирую, да, его открыть еще пару салонов. Вот. Именно на Рубаршав. Вот, опять же, по чесноку, да? Вот ты являешься одним из лидеров барберы, да? Вот дай хотя бы вот пару советов человеку, который до сих пор делает стрижки, как у меня, и максимум он делает там полубокс. Что ему нужно сделать, чтобы он стал на уровне выше? Так, в первую очередь поменять инструменты. То есть, вот, например, у меня такие инструменты, да? Когда я начал работать, у меня такие инструменты были дешевые. Корвонский, да? По 60-м мне я покупал. Да. Такой машинкой никогда не сделаешь там, например, Fade. Fade – это значит плавный переход, да, там, или рисунки нарисовать. Я думаю, машинку там какую-нибудь. И вот, например, когда я покупаю новую машинку, когда машинка хорошо работает, я, наоборот, от этого кайфую. И я стараюсь делать все это четко. Угу. Вот, например, если человек любит свою роботу, если у него нормальный инструмент, я думаю, он все четко сделает. То есть, ты считаешь, что инструменты – это 50% успеха? Угу. А от инструментов тоже зависит, да. Окей. А второй совет? А второй совет? Так. Никогда не сдавайте. Ты согласен? Согласен. В Инстаграме у тебя есть еще одна фотография. У меня их полно. Ну, она особенная. Объясню почему. Потому что сидит человек на вот таком кресле, где стригут. У него с одной стороны написано имя девушки, с другой стороны – прости. Прости? Да. Ну… А, да, я все понял. Это старая фотка же. Окей, это старая фотка. Ты… Это не я сделал, это я нашел. У меня просто там прости Оля или прости Оксана, что там такое написано, да? Ты считаешь, что это глупо? Ну, естественно. Просить… Просить прошения у любимого… Ну, не так же. Ну, можно по-нормальному, как человек просит прошения, но не так же себя показывать. Как бы ты это сделал? Или что бы ты написал? Я бы ничего… Я бы нигде ничего не писал, да я бы подошел к нормальному человеку. Как мужчина. Попросил бы прощения, не знаю. Это же банально. Да. Это же оригинально. Он написал, пошел его простили. Может быть, да. В конце каждого ролика мы проводим блиц-детектор вопросов, которые могут быть сравнительными, могут быть короткими. Ну, ты можешь отвечать не коротко, главное, что быстро. Быстро это все, да? Ну, не тора торт, конечно, просто отвечать на них. Мы надеемся, что наши гости будут достаточно честны с нами. Да. Ты готов? Сейчас чуть-чуть жарко. Так, готов. Первый детектор. Борода или волос? Борода. Ты сейчас имеешь в виду стричь или вообще тебе нравится? Ну, сейчас… А что вы имеете в виду? Я имею в виду стричь. А, стричь? Я тоже имею в виду. Стричь, но и борода. Борода, да? Крутые шмотки или книги? Конечно же шмотки. Я не люблю читать. Вот, если честно, когда даже мне пишут, да? Ты стараешься написать и смайли пометишь? Нет, нет, нет. Почему? Я пишу, отвечаю, но я стараюсь там до конца не читать. Мне лень даже до конца что-то читать. Я не знаю, почему такой ленивый человек. Думаешь, это лень? Кому-то да. Как ты понимаешь слово «скромность» и насколько это тебе близко? Скромность, когда человек спокойно, не знаю, хороший, миленький, не знаю, но не миленький, но нормальный человек. Тебе это знакомо? Чуть-чуть, да. Стараюсь быть скромным. Как ты думаешь, статус меняет человек? Статус? Думаю, что да. Почему так происходит? Статус меняет, естественно меняет. Вот, например, Макгрегор. Его же, ну… Ты за Макгрегора болел? Нет, я за Хабиба, конечно. Но я был за Хабиба, потом стал за Макгрегора, потом обратно за Хабиба. После этих конфликтов с Тимати, просто я фанат Тимати по этому. На что бы ты потратил свой миллион? Конечно, да. Я сейчас в таджийских саммонах. В саммонах. В саммонах. Я бы в первую очередь заказывал для себя новые машинки там. Инструменты самые крутые там, необычные. Есть такие крутые машинки, о которых ты знаешь, что ты не можешь себе их позволить? Пока… Да, есть. Самая дорогая сколько стоит? Самая дорогая. Я помню, вот недавно вышла такая машинка, хотя обычная машинка, но там просто бренд такой «Supreme» написано. Она стоила где-то полгода там назад где-то 70 тысяч рублей. Так, как я помню. Ты сейчас российский говоришь? Да. Я на таджикском не знаю сколько. Твой мужской поступок, которым ты гордишься? В любое время, которое ты прожил? Так, как вам сказать? Как есть. Вот, например, я стригу там, брею. Это, я думаю, я уже помогаю. Например, я не ради денег работаю. Ради того, чтобы люди были довольны. Да, например. У меня, например, стрижка. Я думаю, цены у меня нормальные. Шестьдесят самонет. Это, например, каждый человек может себе позволить. Это уже нормально. Есть такие, например, салоны в городе у нас, да. Обычные салоны, там обычные мастера. Ну, не обычные, но салон крутой, конечно. Но мастера обычные, там по сто самонет, по сто двадцать. Я думаю, да. Хорошо. Цены для наших звезд и простых смертных одинаковые у тебя? Естественно. Конечно же, да. А что ты больше всего ценишь в друзьях? Так. Уважение. И последний вопрос, над которым ты можешь даже еще немножко подумать. Если бы танцы, которыми ты занимался, приносили бы столько же бабла и были бы так же популярными, только честно, ты бы поменял все равно свою ходьбу? Я бы все равно это бросил бы. Потому что я с детства занимался танцами. У меня вот, например, братья надо мной издевались. Типа, ты танцовщица, то дайте нас. Вот. И друзья тоже. Типа, это тебе не идет. Типа, зачем тебе танцы? Это причина, по которой ты можешь бросить любимое дело? Нет, это не причина, но все равно. Когда ты постарше становишься, тебе, я думаю, как сказать. Ну, я подрастил, я понял, что это не мое. Но хотя я хорошо танцевал, у меня было это все в крови. Вот. Ну и все, не смог продолжать. У меня, я еще этот, типа, как модель первое место занял, мне предложили очень хорошую… Контракт, предложение. Да, контракт. Это тоже наше танцы было. Ну, они мне сказали, типа, мы тебя отправим в Америку. Угу. Вот. Ты будешь там где-то месяцом жить там, и там учиться. Вот наше время по танцам. Приедешь и будешь преподавать дальше. Я отказался все равно. И будешь хорошо зарабатывать деньги. Я сказал, все равно нет, это не мое. В принципе, у меня все. И один такой маленький нюанс. У тебя образ, что ты такой скромный или ты на самом деле скромный? Так. Потому что, объясню, мне сказали совсем другое. Ну, мне, ну, как бы, я тебя удивлю, но перед тем, как прийти к тебе, я достаточно много искал на тебе информацию, и достаточно у многих спрашивал, кто ты и что ты о себе, какого мнения ты о себе. С одной стороны, я с тобой согласен, с другой стороны, чисто по чесноку, да? Вот. У тебя сейчас образ такой, что ты скромный или на самом деле ты такой? Нет. На самом деле я такой скромный человек. Я знаю, что вам говорили. очень часто встречаю там своих там знакомых или еще кого-то там, например, клиентов, да? Когда новый клиент ко мне приходил, когда я их начинаю встреч, они мне рассказывают. Я у них сначала спрашиваю, там, самый мой первый вопрос, откуда вы меня нашли, например? Может, кто-нибудь посоветовал или в интернете нашли? А многие из них там говорят, типа, посоветовали, что, ну, хороший мастер, но высокомерный, туда-сюда, с такой вообще дела. Угу. Но они приходят? Ну, они приходят, ну, да. Потом выходят отсюда с клиторами, ну, и это не так? Да, когда я уже начинаю с ними общаться, начинаю когда встреч, они говорят, ну, блин, оказывается, это не так. И вот, например, бывает, что люди, например, подписчики приходят тоже иногда фоткать этого, например, со мной. Там у меня еще логотип стоит. Угу. Они тоже там вопросы задают, там, общаются со мной. Они тоже говорят, ну, я, типа, подписчик, да, ваш, я смотрю ваши истории там. Ваше творчество. Ваше творчество, да, вы, как сказать, в жизнь, по жизни вы оказываетесь, ну, в жизни вы оказываетесь совсем другой человек, например. Угу. Ну, я надеюсь, что вы поняли, о чем я сейчас говорю. Да, да, я понял. Я просто русский язык плохо понимаю. Знаю. Я это. Не, на мальчик. В любом случае, спасибо тебе огромное. И вам спасибо. Рано знакомиться с вами. Я тоже. Как-нибудь заходите там время, там, тренировку издеваю. Обязательно. 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 Угу. 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 Продолжение следует...